Истины, и живи в детстве, и все исполняй сокровища благих и жизни подателю. Истины, и очистины от всяких скверных, и спаси блажен души нашу. Отец наш, и бесный, молите, в имене Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, пребудь с нами. Благослови наше собрание, Господи. Укрепи нас в вере православной, Господи. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но следовать строго по окроволю, по местопану. Тебе слава высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки, и веков. Аминь. Светильник. Светильник у Любовь Николаевны, наверное, здесь нету. Она его, наверное, на зарядку унесла. Не хотите? Спасибо, Господи. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 3 глава, с 9 по 17 стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Толкование блаженного фифилакта. Мы учители, соработники Божии, содействующие Богу во спасении людей, а не виновники или податели спасения. Поэтому не должно ни презирать нас, ибо мы сотрудники Божии, ни гордиться нами, ибо все Божие. Сказав выше, я насадил, продолжает сравнение и называет их Нивою. Если же вы Нива и здание, то должны называться именем Владыки, а не пахарей или домостроителей. И как Нива должны быть ограждены стеной единомыслия, а как здания должны быть в единении между собой, а не в разделении. Ну вот каждый должен из нас так себя и вести. Потому что все мы отдельно получили крещение. То есть мы спасаемся как бы и вместе все, но каждый спасается отдельно. Никто не спасет нас в последний день. Только будет идти беседа с нами, Бога, отдельно с каждым из нас. Почему? Не все вместе умираем. Вот когда мы умерли, все это наступило для нас страшный суд. Поэтому мы все должны быть единомысленно и единодушны. Нельзя превозноситься над другими. Нельзя обладать самомнением своим каким-то. Мы должны пользоваться канонами церкви, заповедями Божьими. Каноны, в общем, это как бы тождество или равно тому же, что и заповеди Божьи. Практически всегда. Или как Иоанн Златоуст называет, каноны трубы Духа Святаго. Вот глаз отцов церкви, который был в разные времена, с 325 по какой год? Что-то я подзабыл как бы. Давайте проверим себя. Ну, первый собор был в 325, вот это я вспомнил. А последний, какой? Девятый был собор? Последний? Двенадцатый? Какой последний собор был? Какого собора не будет? Спаси Христос, это от Деворы подарок. Хорошо, смысл хороший. Седьмой был последний собор. И когда он был? В каком году? В 787. Вот что значит, что в воскресную школу ведет человек? Ей нужно знать, что это значит. Есть Google. Ах, вон как. Ясно. Google в помощь. А преподаватель? Можно пользоваться Google? 787. Вы глядите, то есть 325 год, 787-й, получается, 450 лет, вот, святые мужи дарили нам с вами спасение, путь к спасению. Они заповеди Божьи преобразили в каноны, которые можно прочесть, и они там с толкованиями даже идут, и так далее. И вот этими канонами нужно пользоваться. Не увлекаясь никакими учениями, никакой простотой там, или какой-то, кажется, святостью, старчеством, традициями, корнями, или величием патриарха, епископа и так далее. Когда священники говорят, то, что мне сказал епископ, я делаю, остальное все ничего не знаем. Моя хата с краем. Это все заканчивается Вием. Вей. Смотрели все фильм этот старый Ви? Ну, это Гоголь, если почитать, он там очень близко к тому, что там. Вот такая чертовщина будет в голове. Называется помыслы в сердце. От того, что мы не единомысленны со Словом Божиим. Вот тут смысл-то в этом. Въединение между собой, а между разделением. А и объединяет Слово Божие. Вот мы сейчас все сидим рядом со Словом Божиим. Вот прям и вникаем в него. Десятый стих. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, это говорит апостол Павел, а другой строит на нем. Ну, каждый смотри, как строит. А теперь обращение к нам. То есть апостол, он конкретно о себе говорит, я учитель. Не все делайтесь учителями, он так же говорит, но он говорит о себе, я учитель. А он гордится или не гордится, когда так говорит? Апостол. Ну, конечно, нет. Его Господь провел через испытания. Вот это ослепил, а перед этим он пал, пал, в очах Божьих пал. Хоть он и как бы творил заповеди Божьи, там, как ему казалось, на самом деле он гнал Христа. И Христос ему это сказал и говорит, ты будешь моим делателем. Ты. То есть Господь ему, он говорит теперь, и горе мне, если не благовествую. Мы можем о себе так сказать? Горе нам, если не благовествую. Вот так. А он может это сказать, поэтому он благовествует. И вот, что нам говорит толкователь? Называет себя мудрым строителем не из высокомерия, но желая показать, что мудрому строителю свойственно полагать такое основание, то есть Христа. А что сказал, это действительно не из высокомерия, видно из слов его, подданные мне от Бога благодати. То есть моя мудрость, не мое дело, но благодатный дар Божий. Здесь конкретно о даре уже говорится, дар учительства. А вообще о даре Божьем говорится как слово одно, благо дать. Это все дар Божий, спасительный дар Божий, потому что если Господь дает какой-то дар, он уже во спасение идет. И самый единственный дар, который закопал, помните, тот, которому достался один, это вера. И вера не в душе, а вера, ну, не на показ, а вера, которую ты должен произносить устами. Вот. Вот эта вера. И он не стал это делать, закопал написано. Как бы, ну, я верующий, верующий, а вы там отойдите от меня. А он так занимался. Куплей, продажей этот человек занимался. Какой-нибудь торговлей, строительством. То есть он получал деньги-то, получал. Это о духовном говорится. О духовном. Хотя некоторым дается дар, и материально содержать церковь тоже. Мы видим о еде, апостол Павел говорит, об отношении к бедным людям, которые были. Бедные люди, это те, которые не могли пропитаться. Мы-то тоже небогатые. Выше беседовал с ними о единении, а теперь говорит об образе жизни, называя строительство, ну, дело каждого человека. Одиннадцатый стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус, Христос. Толкователь. Не может, доколе пребывает, мудрым строителем. Если же кто не мудрый строитель, то может положить иное основание отсюда, ереси. У вас, коринфяне, одно основание, Христос. Поэтому и должны вы назидать на этом основании не то, что происходит от споров и зависти, но дела добродетели. Коринфяне спокойно могли жить без Иисуса Христа. То есть, еда у них была, хорошая. Там Коринф, город такой странный. К нему два залива подходят, всего пять километров между побережьями. А если плыть по кругу, к этому же порту, который Коринф, то там получается что-то тысяча с лишним километров. Поэтому, естественно, там много островков мелких, море Средиземное в некоторые времена там периоды вообще очень бурное, и поэтому было тяжело плыть. Помните, там Сцилы и Харимда такие? Ну, это как островки, между которыми проходит прилив-отлив, и вот эти волны там страшные, и там корабли. Ну, что там за корабли были? Сами понимаете, лодки такие не очень большие. И их заглатывало, люди гибли, там действительно гром и молния, если еще, и так далее. Вот это все, видите, в мифы обратилось. Тяжело было плыть, и поэтому город там построили. От одного порта в другой, и все грузчиками могли быть. То есть, переваливают товар с одной стороны на другую. Вот такой странный город. Редко бывает, но это Каринь был. И они все хорошо бы жили, но посетил его апостол Павел. И люди, которые имели жирок такой экономический, они уверовали во Христа. И они такие были, на самом деле, достаточные, поэтому могли выбирать себе учителей. И апостол Павел говорит, что же вы делаете? Как вы можете себе из самих же апостолов выбирать учителей, когда у вас один учитель, Христос? Вы должны только за Христом идти. А люди-то там были в основном язычники. Хотя везде были евреи, конечно. Все как бы с них начиналось, но здесь были язычники. Про Элибал именно язычники. И там же будет и про еду, и про жертвоприношение, и так далее. 12-13 стихи. Стоит ли кто на этом основании из золота, серебра, а строит ли? Серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какого он и есть. Толкователь говорит, с того времени, как мы получили основание веры, каждый из нас строит на нем. Одни строят добрые дела, которые бывают различны, иные больше, иные меньше. Например, девство, как бы золото, честный брак, как бы серебро, нестяжательность, драгоценные камни, милостыня при богатстве дела, уже меньшей цены. Ну вот девство, почему оно золото? Ну, также редко встречающееся явление в жизни социума людей, в общественной жизни, как и золото в земле. Попробуй найди его. Так, ну, честный брак, как серебро. Ну, то есть серебра намного больше, но все-таки не так много. Поэтому надо, если ты прибываешь в браке, тоже на собой смотреть. Нестяжательность, драгоценные камни, нестяжательность. Драгоценный камень встречается еще реже, чем золото. Поэтому от этого надо понимать, что такое нестяжательность. То есть ты имеешь что-то, и ты не копишь это для того, чтобы у тебя было, как у скупого рыцаря в сундуках, хранилось это. О, вот это такой камушек, он блестит. А в дело. В дело давать другим людям. Очень тяжелое это такое дело. Вот государство сейчас у нас, странное государство, кстати, Россия. Государство взяло на себя функцию, взяло на себя функцию, как бы частного делания. Помогает людям экономику страны заводить. Но это надо найти человека, который бы деньгами, которые ему дает государство, распорядился ответственно. Это очень сложно вообще. Но это может Россия себе позволить. Позволяет, и видим, дело делается. Как это делается? Даже не через палку люди идут на это. Американцы тоже это делали в свое время, когда вот сейчас у них экономика такая, ну, великая. Начинали именно так же. То есть люди были бедные после депрессии во времена Второй мировой войны. И государство строило заводы, фабрики и приблизительно говорило людям, частникам, которые, предприниматели, которые должны были быть директорами этих предприятий, что там должно выпускаться. Приблизительно, даже не точно. Военная продукция, бытовая там и так далее. Ну, нужно было. Потому что Гитлер ломил и видели уже, что Япония с той стороны поддавливает. И эти люди, они подняли экономику. И им потом эти заводы продали. Государство продало и поимело большие деньги. И сейчас до сих пор, вот уже сколько, начиная с 45-го года, получается, там все тогда закрутилось. И вот сейчас 24-й, сколько лет? 80 лет. 80 лет они держатся на такой, продержались на такой политике. Ну, сейчас там у них немного другое корпорация. То есть, сейчас, типа такого, что было уже при монархиях, когда императоры могли, были единовластными правителями всех богатств, и всего, всего внутреннего состояния любого человека. Вот сейчас к этому все идет. Только через такие страшные, позорные явления, ну, они и тогда были, но после христианства, чтобы апостол Павел об этом в послании к римлянам говорит, что они вытворяли, эти язычники. Сейчас христиане, ну, они себя позиционируют христианами, эти люди, но творят дела беззакония, вот садумские грехи, и говорят, ну, что, Бог ничего там, сильно не наказывал немножко, ну, кого-то там наказал, ну, не нас же, мы-то не такие, мы более, чистые, мы же и Богу молимся еще правильному, а не язычники. Безумие и беснование дошло до пределов уже небес, и скоро, скоро грянет буря, и чаша гнива Господней зальется, мы это увидим. Вот так вот. И толкователь нам говорит, с того времени, как мы получили основание веры, каждый из нас строит на нем. Так, а я же это хочу. Другие же из вас назидают худые дела, которые также бывают в различных степенях. Те дела, которые удобнее могут сгореть, называются сеном и соломой. Таковы нечистота, идолослужение, любостяжание, любостяжание. Знаете, что только любостяжение. Те же, которые не столь легко сгорают, называются деревьями. Таковы пьянство, смех, им подобные пороки. Некоторые, впрочем, понимают и наоборот. То есть, прежде упомянутые пороки называют деревьями, а последние сеном и соломой. Днем, называя день суда, в огне, говорит, открывается, то есть, обнаруживается, каковы дела, сами в себе золото ли, или что противное. Ну так, нечистота, нечистота, что такое нечистота? Чем нечистоту называют? Тут можно посмотреть, идолослужение. Идолослужение, когда ты к чему-то относишься выше, чем к Богу. Ну там, даже к детям. Вот так, то некоторые ставят детей основой своей жизни, целью. Ну дети потом подрастут, там станут богатыми, тебе будет хорошо. Всегда материальная какая-то выгода плоти идет, когда идет идолослужение, не просто так. Но тогда было настоящее идолослужение еще, вдобавок, и апостол Павел говорит, вот вы ходите, и вот там жертвенные куски мяса и так далее, вы туда заходите и их едите. Вы что делаете? Зачем? Ну ты понимаешь, что там ничего нет, идолос, есть ничто, но другой-то брат смотрит на тебя и он этого не понимает, почему ты туда спокойно пошел. А ты, может, пошел, там рассказываешь о Христе, сидишь и мяско покушиваешь и язычнику какому-то рассказываешь, какой хороший Христос. А в этот момент ешь и едоложертвенная. и он сильный оказывается, этот человек. Почему? Он не отрекся от Христа. Он действительно не отвлекается, он действительно все понимает. Но это так же единицы, как золото или как драгоценные камни. Попробуй. Поэтому не надо лучше этого делать. Пускай выйдет из этого капища этот язычник, и ты ему скажи. ну то есть получается, что тот немощный который зашел на самом деле. Ну очень сложно все это. Между братьями особенно. И должны оставаться любо стяжание. Любо стяжание. Что такое? Что такое любо понимание любовь, а стяжать что такое? Собирать богатство. Приобретать, да. Излишнее попеченье. И причем не только богатство. Вот в чем дело. Не только богатство. Вот у нас люди уходили даже из-за того, что спорт любили больше чем бога. В каких-то соревнованиях начинают участвовать там, пропагандировать там, телесные вот эти вот упражнения там и так далее. Ну ты занимайся этим, только ты зачем это выпячиваешь-то и больше чем любовь ко Христу делаешь. Ну надо в храм идти, а у меня соревнования. И вот. Ну и так далее. Не говоришь. Ну работа иногда, да-да. Дальше вы глядите пьянство. Все понимают, что такое пьянство. Ну как все. Может быть не все, но я вам хочу сказать, что пьянство оно как бы заманивает чем? Расслаблением ты становишься другим человеком и не таким, а лучшим, как тебе кажется. Пьянство не потому, что ты выпил там вино вкусное или водка. Нет. ты другой становишься. Ты начинаешь гордиться собой. А ты на самом деле свинья уже. Но только другие это видят, а не ты сам. Ясно тут понять можно. Оно прям видимое. все. Ты человека увидел пьяного, наркотики и так далее. А вот что такое смех? И еще написано им подобные пороки. А смех-то тут смех же продляет жизнь. Смех что еще делает? Смех это все равно что как полстакана сметаны нам говорили. Посмеяться 5 минут то же самое что скушать полстакана сметаны. Откуда это было не знаю. Мы смеялись над этим и особенно в институте. Хочешь сметанки хочу иди посмеяться в уголок. То есть мы понимали что это какая-то дурь. Но апостол говорит что смех. И сейчас глядите смехачество везде. КВН изобрели в советское время. Потом оно немножко закрылось. А потом и молодежь любит этим заниматься. Смеются и смеются не знают сами над чем. Вот лишь бы над чем-то смеяться. в угождение западу смеются этому вот этим всем шуточки там всякие вот эти. И подобные им пороки. то есть они что делают смеху что это делает? Смехачество. А уводят от Бога. Люди больше в этом смехе пропадают. А откуда? Вот глядите смех. Вот они КВН щеки сейчас сколько сняли фильмов всяких. И люди ходят на эти фильмы. Нет нет опять анонсы какие-то. там играют эти все смехачи. И люди идут туда толпой. потом миллион там собрали 15 миллионов 150 миллионов собрали на каких-то вот этих передачах. То есть все это выходит в такое общее пользование. Как все равно что пойти воды попить или дышим смехачество. Расслабляет нас. Мы должны как говорит нам священное писание лучше находиться в доме скорби нежели в доме пиршества. Вот так. Некоторые впрочем да и к дням рождения. Когда дни рождения справляются человека дни рождения день ангелов называется. Надо день крещения конечно вспоминать. И вспоминать больше тех которые около тебя были. особенно когда ты с младенчества да еще если не с младенчества кто тебя побудил креститься пойти. Кто побудил тебя идти ко спасению. кому надо памятники доставить а не себе самому я день рождения давайте пировать. А чем пируют в пьянке да смехачество и все. Некоторые впрочем понимают и наоборот так о деревьях пороки называется деревьями день называется день суда ну понятно день суда когда молодые 14-15 стихи и у кого дело которое он строил устоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но так как бы из огня толкование если у тебя серебро или золото то дело твое уцелеет и ты получишь награду если же у тебя сено и тому подобное то дело твое не выдержит силы огня это значит выражение сгорит но обнаружится что оно куда если бы кто перешел реку огненную в золотом вооружении то вышел бы на берег в более светлом виде но если бы через ту же решетку пошел другой с сеном то не только не получил бы никакой прибыли но погубил бы и себя так будет и с делами нашими следовательно вера бездобрых дел не приносит пользы ибо вот здесь основанием служит Христос но дела совершаемые не по закону Христову осуждаются на сожжение само дело проповеди когда ты идешь и другим рассказываешь или Евангелие даришь несешь оно никогда не запомните никогда вот люди идут и делают доброе дело подают копеечку и об этой копеечке священники все говорят откройте союз или спас как только там священник выступает дела милосердия делайте и вот сидит епископ или митрополиты вот это все копеечка ваша это вот трудовая ваша копеечка вот копеечку эту положили копеечку то есть людей приучают к тому что ты там кинул а кому кидать не бедным а бедный говорит Павел нищие а где они бедные и нищие около храма никто их не гонит оттуда почему чтобы показать дело твое что ты милосердный делаешь добро пускай он там будет человек пройдет бросит потом опять придет в храм ему приятно что он кому-то дал и это дело милосердия а кто вам рассказал кто увидел что это нищий во первых а не человек который не хочет пронуться лентяй и что это дело милосердия когда ты ему подал куда оно дальше копеечка пошла и жития святых вам показывают куда пошла копеечка тут же змей обвился уже человеку и давит его а люди дальше дают копеечку вдруг заболели почему никто не понимает я же дело милосердия делают как нужно знать законы крестовы милосердия это дело или нет а слово божие никто не изучает не читает не исследует тем более перестать баловаться пацан пацан перестать баловаться эти слова не понимаешь что пацан что ручки шаловливые все мама вот так вот оно все выскаткивает у нас сено солома добрые дела и у нас о том дереве которое нелегко сгорает и обращается в пепел говорят обыкновенно что оно остается целым в огне так что для сожжения его употребляется довольно много времени и так грешник несет потерю от того что трудился над такими делами от которых погибает и не существует ибо всякое зло есть нечто несуществующее потому что господь злобы не творил злобы которая пошла в людей не творил то есть все сотворил господь но злобы он не принес людям злобу принес дьявол и человек подхватил это как если бы кто за большую цену купил себе труп вместо живого тела между тем сам то есть грешник спасется то есть сохранится целым для вечных мучений то есть надо понять что человек сам по себе никогда не пропадет то есть господь не сделает такого что сотворил а потом раз забвение нет это будет для назидания другим и когда ты будешь в раю душа в раю будешь то знай что есть примеры которые горят в аду будут такие люди и ты только будешь качать головой и присвистишь да 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 хорошо что прошел мимо я этого всего слава тебе господи не забудь слава тебе господи нет последнее 16 разве вы не знаете что вы храм божий и дух божий живет у вас ну короткая обращает речь к согрешившему и смотри как успешно приводит его в стыд именно благодатью данной нам то есть обитанием в нас духа с большим цифровым конечно пристыжает согрешившего хотя и не выставляет ясно лица его но говорит вообще между тем если мы храм божий потому что в нас живет дух то следует что есть дух 17 если кто разорит храм божий того покарает бог ибо храм божий свят а храм вы то есть погубит господь в этих словах выражается не проклятие но предсказание о будущем следовательно блудник не может быть святым так как он перестал быть храмом божиим изгнав освящающего его духа почему никогда святого не подставляют кто же составляет этот храм толковать вопрос вы если пребудете чистыми ну а чистыми то есть исполнить заповеди божии которые относятся к Ветскому завету в 10 заповедях не при любодействии но он будет говорить потом о блуднике поэтому подготавливай спасибо Христа слава Христа спасибо о болящих прежде всего батюшки батюшка теперь дома выписался из больницы дома но он еще не до конца здоров там его перелили из той палаты в которой он был сразу после поступления в отделение и после операции в другую палату где побольше людей там было где-то наверное зацепило его вирусной инфекцией в него была лихорадка 39,2 температуры была знобила его там зуб на зуб не попадал мы все там купировали эти состояния но уехал он так более или менее будет продолжать еще там долечиваться дома ему тяжелое носить нельзя ну понятно сейчас еще тем более после операционного периода вот давно надо посетить может быть надо брата нет нет Сергия да уже вчера был был но у него как всегда в воскресенье это уже у него полтора месяца длится но это надо его как-то оставить что ли здесь я ему говорю может у тебя пораньше взбодрить что там пробежку какую-то сделать становится привычкой да и настораживает потому что он его не пускает просто я ему говорила каждый раз говорю и в этот раз тоже говорю что ты там у тебя ну это же понятно вчера все нормально утром начинается ну слава сегодня мы видим яичку нашу дорогой давно не была у нас уработалася бедная Алёнушка какой-то вирусняк подхватила на работе у меня голоса не было до сих пор немножко хреплю но Таше шептать было больно а глотать глотать ну глотать нет глотать нормально просто закалялась со мной в речке все нормально у тебя было я как только простужаю сразу горло у меня что будешь закаляться еще немножко осталось времени какой день у тебя это на прошлой неделе пропусти закаляйся я Сергея тоже звал сколько раз вот все лето зову его ни разу не съездил и коллегу на работе заразил она теперь кашляет так проли что задыхается так что готов на работу уходим из-за кондиционера наверное а кондики у вас кондиционер пыли это же ткани они на себя столько пыли набирают мы потом к концу недели так вымываем много всего и это все конечно внутрь идет и сухой воздух тоже вам нужно ходить как одевать слоники если еще отопление пойдет у меня и какие-то руки будут трескаться короче засухость тоже тебе нужно молоко давать за вредность опасная у вас профессия надо молоко за вредность тебе давать ну да кстати травмично тоже с фастфудов не ешь фастфуды не ешь молодец готовь дома не ешьте фастфуды молодец вторая сестра расскажи по себе где ты что ты как ты да все там же все так же ну где конкретно расскажи добыли уже за неделю там же бсмп-1 бсмп-1 да пока все так же в первом это у вас перевязочная первая городская больница я там был лежал несколько месяцев получилось у меня три месяца крутился там в этой больнице в операционной я к оперблоку приписана но я сейчас как перевязочная сестра у меня не пройдена аккредитация по курсу она в сентябре только будет нравится ты уже получала зарплату нет еще 15 сентября с любовью петровной как у вас это аванс наконец-то наконец-то дождемся этого с любовью петровной у вас была уже был разговор встреча она не хочет сама в фронте не хочет она привыкла по темноте ходить я говорю я не хожу по темноте командир но навестить то я не против как не ходишь ну а утром-то утром все хулиганы спят и насильники утром буквально от дома до этого до железной дороги дойти это ближе чем до остановки ну конечно у тебя там недалеко не сколько 10 минут ну да конечно не петь понятно теперь о братьях расскажите где они у нас дома небольшая катастрофа случилась они с ней разбираются небольшая катастрофа котел взорвался нет ну тоже там с техникой проблема и что воскресенье нужно разбираться не ехать в храм да да оно буквально вчера вечером случилось да ладно ну папа дома живешь с вами папа да дома работает так же по поселку где находится ему харчеваться надо папе то где харчеваться говорит я буду понятно так еще ободящие дурака ну Галина Николаевна Галина Николаевна да вот она прошла коронографию и два стента ей поставили ну теперь уже она из реанимации выписана в общую палату так что слава богу теперь будет бегать как молодая она молодец она все с благодарностью боевая некому было лазить на крышу голубян только она да я полезу сам только полезла бы там еще инфаркт на кардиологии ее там три часа в этой стругазе держали какой смысл вообще непонятно она говорит ей уже по новой хуже стало сначала купировали высокое давление потом ей опять уже хуже и не отпускают и лежит говорит в коридоре а мы с дочерью на связи кардиологии там нету ничего я говорю давайте в стругазе на скорой ее увезли в стругазе они поехали у нее прилетела дочь сюда на побывку из Москвы они поехали попроведать ну и прибрать могилу отца мужа да они туда не доехали ей стало плохо в автобусе они вышли она легла на скамеечку ей все хуже дочь вызвала скорую скорая приехала увезла вот они там до двух или до трех в общем они были в стругазе с 11 по-моему ну в общем я уже не знаю почему туда увезли тоже непонятно я ей пишу говорю но вы не против к нам в больницу как самообращение она не против ну все они на такси кое-как в общем приехали как самообращение я с заведующим сходила договорилась ее тут же приняли уже ждали и все ей вот эту коронаврографию назначили я вот просто побыла первый раз от начала до конца на этой процедуре пришла и я просто ну как хоть я и работаю в этом во всем но когда говорят вот ну как было принято особенно в 90-е у нас в России и вообще медицины нет у нас вообще нет вот там везде там так хорошо а у нас вообще ничего нет у нас все плохо у нас знаете абсолютно ну вот вы кто если общаетесь за границей и как там у меня вот мы в общежитии жили она работает в Германии врачом как у нас и как у них и насколько у нас доступна медицинская помощь насколько у нас доступна высокотехнологичная медицинская помощь ведь ей ни разу не сказали что это будет стоить денег что обследование перед этим будет стоить денег что этот стенд стоит каких-то невероятных вообще слово деньги нигде ни разу никому не прозвучало вот ей делают коронографию врач-то смотрит на компьютере заходит и говорит у вас множественные сужения ну основных два вот прям на таких больших латералях там этих мы вам поставим два стенда она в сознании она лежит она говорит да хорошо все ей не ее не поставили на очередь ей не сказали сколько будет это стоить что ей там надо квартиру продать чтобы эти стенды поставить или еще что-то или ехать в другой город это будет только в Москве или надо деньги собрать и вы поедете в Мюнхен только там нет все тут же поставили вот это много-много-много миллионная операционная которую нам делали еще тогда на 50 миллионов стоила вот эта операционная рентген-операционная с этим высококлассным оборудованием вот эти врачи которые обучены там это делают и это все тут же сделали это так просто это так легко батюшка рассказывал пример как его вот этот родственник на фан в Америке гипс поставил ему нужно судиться со страховой компанией потому что ему счет на перелом руки и наложение гипса рентгена и вот это все обслуживанием выставили тысячу долларов посчитайте сколько это сто тысяч на наши деньги он судился и только половину отсудил что страховая ему все-таки оплатила а вторую половину он выплачивал да сейчас и вот представьте а у нас гипс ты пришел поставил да сломал да тебе еще раз его поставят да все бесплатно да все тут же рентген надо КТ сделать надо если сложный перелом госпитализирует через два дня тебе металла в течение суток пока отек металлоконструкцию поставить титановую которая там не знаю сколько там 200 тысяч стоит это пластин ну я не знаю просто они разные и никто не скажет слово заплати или встать на очередь вот единственное у нас еще суставы у меня коленки есть потому что очень много желающих а еще не успевают это делать есть очередь все остальное прекрасно 20 лет назад ничего этого не было поэтому какая у нас медицина ну просто вы не знаете какая медицина в других государствах как люди в Россию едут зубы лечить у меня знакомая во Франции у нее врач сейчас уходит который он наблюдал на пенсию и она спрашивает кого порекомендуете кому мне сейчас приписаться он говорит ну вы же ездите каждый год в Россию вот там и лечитесь у них нет системы поликлиник если бы вы знали как у нас все бабушки любят в поликлинике ходить тут тебе кардиолог тут тебе лорд тут тебе окулист там нету системы ой-ой я сидел по три часа да для них это в радость для них как в магазин сходить да нету сейчас этого сейчас талончики на госуслугах взял талончик и пришел я один раз вызвала его скорую и потом мне раз я не знаю в несколько месяцев звонят и спрашивают о моем здоровье я уже думаю нормально мне три раза позвонили Надежду Васильевну помните вызывали скорую на следующий день звонят а я вызывала мне звонят вчера ваш вам это та все мы сегодня придем распишем лечение рецепты все выпишем я ее к Любовь Николаевне не приходила она ее смотрела никого не оставят опять же ни о каких деньгах ни о каких вот этих платных скорая платная за границей платная они там коронавирус скоро не вызывали а у нас бесплатно полторы тысячи вызовов очередь еще ругать что не едете потому что бесплатно коронарография это когда заводят зонт через бедро либо через здесь вот у нас через руку через артерию входят в аорту из аорты как они это делают я не знаю находят а там очень много устив находят артерию питающую сердце и в нее вводят контрастное вещество но это контрастное вещество когда его вводят а сердце-то бьется его прям видно это контрастное вещество тут же сносится ну а ну как ток крови там же давление высокое и оно сразу улетело то есть только ввели вот он сосуд появился я тебе картинку покажу сфотографировала он сразу хоп исчез хоп исчез ну компьютер-то он все помнит он все это сфотографировал и можно прийти и посмотреть где и его все время это контрастное вещество вводят ну что такое рентген все знают и рентген ну просто как бы ткани они на рентгене не видны поэтому нужно контрастное вещество да чтобы посмотреть как там собственно говоря сосуд изнутри а контрастное что оно окрашивает весь это и прям видно вот он широкий сосуд вот он сузится вот еще вот еще ну понятно бляшки атеросклеротические все это и когда нашли эти сужения потом вводят другой зон он туда входит дает давление до 18 атмосфер вот сколько в машине а сосуд не лопнет я тоже самое сказала говорю почему не лопается говорит не лопнет там все рассчитано там специальный баллончик который все равномерно расширяет 18 атмосфер ты понимаешь 15-18 атмосфер я тебе говорю я переспросила может быть не атмосфера каких-нибудь в шинах 2,2 и они раздавливают этот вот эту штуку вводят туда вот этот стенд и он держит расширять и теперь все кровоснабжение этого участка ну наверно краткоимпульсно как-то все это растянули встали стенд и он уже стоит он сам себя держит за счет того что он как бы вот саморасширяющий 18 да что-то-то не то там какие-нибудь бары это удивительно как зайти в сердце через волосинку вот через эту волосиночку сделать там все это на экране большое и как это все работает это просто фантастика ну я не врач я техники что вы мне сказки рассказываете иногда вспоминаем молитесь у нас которую нашли увольняется а вторая бабушка в кислородном баллоне 90 вы понимаете еще какое-то сложное молитесь вот Лена спрашивает открой прочитай я спорю я уда Игорь я уточню я уточню и следующее собрание и скажу Марина скажет со мной сильно спорить не надо в некоторых вопросах Нана не нужна сменщиться все усиленно молимся я готов молиться научите меня просто у нас та самая единственная моя бабушка увольняется все на пенсию уже сколько она просит я готов сам другую которую нашли из роддома у нас брала дежурство тоже увольняется она по личным там делам не успевает совмещать два лечебных учреждения ей тяжело там нагрузка возросла она от нас с 1 октября уходит а бабушка с 1 ноября так что вот у меня опять я вот за август живу на работе не знаю что будет с ноября это наверное вообще переезжать с вещами ну тебе хоть деньги то дают побольше немного ага у меня свыше двух ставок я ходила даже к экономистам разбиралась мне на эти свыше двух ставок не оплачивается ни ни стаж ничего голые часы которые 3 копейки 2 рубля и никак этого не избежать типа ну по законодательству все свыше двух ставок не оплачивается и просто работаешь как говорится ну потому что нужно выручать под коллектив чистое да Господь вас нас поэтому Надя я тебя хочу успешить спешу утешить это на всех предприятиях практически везде сейчас кадр выдещите братья себя простит слова ну прошлое на прошлом собрании мне был задан вопрос на какой я стороне или с просьбой сделать выбор стороны да я по какому вопросу был ролик по поводу этого ролика мне сложно было что-то ответить в прошлый раз поскольку я ролик не смотрел голословно я утверждать ничего не могу и к сожалению должен констатировать что на прошлом собрании прозвучал Волоша Кривита странство и брат по очень простой причине ролик это был ну это во-первых не против Володи и не про Володю это ответы на вопросы по поводу да там был один вопрос касающийся Володи но прозвучал примерно так на какие доходы он живет и ответ прозвучал такой живет он с Игнатий Тихоновичем в городе он работает их угощают какими-то продуктами живут они скромно а в деревне деньги для пролить вообще не нужно не было там в этом ролике не про то что он не хочет работать не про лень не про то что он хочет получать деньги не надо водить заблуждения слушателей так я не про ролик говорю ты про ролик сказал ну с ролика начал я начал с ролика я говорил о том что брат Тихон говорит все о всем да поэтому не надо говорить ложь и клевету ты обозначил людей люди отреагировали эмоционально что там какое-то нападение на Володю началось то с этого не было там никакого ни нападения ни ролик ни про то поэтому не нужно здесь говорить ложь и клевету и вообще нигде нельзя говорить значит этот Алексей вообще ничего против Володи не имеет так в ролике а вообще в жизни у них нормальные отношения они да они периодически беседуют ничего Алексей против Володи не имеет периодически беседовали беседовали может быть может быть беседовали да ну вот это оттуда из таких бесед это все эти я это и сказал кое-что правильно брат сказал что нужно пользоваться достоверными сведениями это правильно если мы не знаем что-то лучше лучше не говорить если не знаем достоверно еще о болящих надо вспомнить кому мы еще не вспомнили про Паргоевых я скажу что им было прописано лечение на 3 месяца 3 месяца они пропили лекарства было вроде улучшение потом какой-то период они там короткий без этих препаратов были и стало хуже поэтому 29 они пойдут опять на прием к урологу так что нужно помыть чтобы Господь все устроил там сложность такая что нужно в течение 3 дней 10 дневник наблюдения на основе причем это сложно ему сделать самому одному там с ней там все это по времени и там по количеству но чтобы ему удалось это сделать что в зависимости от этих объективных показателей потом уже идет комментарий доктора по состоянию пациента еще кто у нас болящие любовь Петровна проведает тетяло Антонина Севастьяновна Антонина Севастьяновна я с сестрой только могу общаться у нее самой нет телефона говорит что все хорошо и планировала прийти а как раз батюшка болела батюшка в больнице лежит его не будет смысла нет приходить священника она будет ждать когда батюшка хочет приехать так у батюшки когда это будет мероприятие 16 сентября престольный праздник батюшка так сказал что если Господь позволит в следующие выходные он будет служить у нас но я думаю что еще рано и тем более переезд может быть ему наоборот сказать чтобы он не приезжал и поберег себя да что рано ему сюда приезжать и служить пусть он там остается ну подумаешь пропустит батюшка как саш сделает как надо это понятно но молитву хотя бы намекнуть предложить попросить да через неделю будет совсем все понятно молитва обучающихся чтобы готовились что будет другое дело чтобы он ничего с собой не вез он же везет он начинает гостинцы везет попросил передать сумку митрополиту приглашение его я лично сам сходил сюда в епархию захожу открываю дверь захожу там на Кароленко нет ну Кароленко Ленин вход со стороны Ленинского проспекта вот там икона я помолился прохожу туда дальше смотрел здесь никого нету туда там лестница сразу вниз и он откуда-то я не знаю откуда-то вышли втроем митрополит сопровождение двух человек я говорю Владыка он уже на первую ступеньку вниз туда Владыка вам послание от Якима Лапкина Лапкина он взял ее не читал сразу передал своим там пошел что-то дожевывал еще из трапез дальше ему есть приглашение и потом батюшка постел Антонио выслать я выслал Антонио но остальным он там уже сам разошли так батюшке 80 лет будем как-то да вот вопросу 80 лет я думаю мы должны побеспокоиться как-то эту дату батюшки надо отметить скажем когда подать у него это день рождения 22 2 сентября до темы Анны это значит практически через неделю после события потеряете день рождения у него по паспорту 26 сентября ну это по паспорту а родился он 22 ну там все рядом короче он будет как бы одновременно отмечать он и попросил вписать в приглашение что престольный праздник храма и 80 лет настоятелю да ну он попросил подписать там к этому Антону это не написано только в одном написала ну это я уж от себя написала он ему понравился вот кого вообще мы не вспомнили кто нуждается нашей помощи как у Валентины делает молчит все бесухромное такое да ей же нельзя разговаривать поэтому она и молчит правильно делает у нее течет крыша и она если дождь она не выходит из дома она с тазиками с ведрами бегает ну вы хоть головой махните нашли кто вам ее золотает в зиму-то пока нет я думаю просто надо вот этот запенник там около трубы протекает маленькие такие вот железки поставили а ливень было но есть кому ставить кто залезет сделает вы же сами не полезете пена не поможет нет а вот приехали не пена есть замазка фасадная для внешней стороны на зиму лучше пена сама пропит она пропит влагу и уходит потом все пена еще тепло может влагу она не уделит влагу так кого еще не вспомнили кто нуждается в нашей помощи замазка как у Иры там дела давно у нас здесь не было сейчас же уборки и ножом ни разу я с ней общаюсь постоянно все лето с ремонтом она занималась из работы печку переделали котел взорвался в доме ну все меняла печку все меняла ну сейчас вот она отдыхает все доделала дом покрасила там красота такая у нее в доме внутри все сделала слава Богу пусть теперь приезжает ну она уже далеко не может она то полосы сейчас уже это только к себе и многие болят ну что будем завершать это достойно есть всякого истину уважите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херубин и славнейшую без сомнения Серафим без искрения Бога Слова родшую сущую Богородицу Тя величаем Господи защити Родину нашу от нашественных племенников от внутренних распорей от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей что принимали мудрые законы всех начальствующих так же посвяти и защити людей не познавших Тебя обрати к истине что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священник который не служит Тебе как должно пусть покажется в небрежении Своем и проповедует смело и на славном об Иисусе Христе Господи праведно суды Твои за то что оставили Тебя и Слово Твои изреченную Святой Библии прости нас Господи Владыка жизни что сокрыли имя Твое Бога и Его Дух Святой да заставит нас не признавать никаких иных богов попия а воотче Господи научи нас семикратно в день проставлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава чести поклонения Пресвятая Троица Отец Сын Святой Дух Аминь Проси Христос